сижу опять рыдаю после медитации увидела бабушку лиду и решила рассказать ну наверное пришло время рассказать женщины склонны верить во многие вещи все равно ну любая женщина другой женщине рассказывает и знают что такое порча ой там что-то не получилось порча там из способов решения сложных ситуаций было обращение какой-нибудь бабушки знахарки и вот когда-то давно была черная полоса как я это раньше называла какие-то проблемы постоянно одно к одному и у моей мамы какие-то подозрения возникли тогда вот у нее прям период такой был когда она занималась поиском и решением разными способами проблем ей казалось что родственники моего отца биологического и и вообще прокляли там на смерть и она общем нашла какую-то бабушку лиду и и исходя из того что хотела помочь и себе и нам то пригласила сложный период нашей жизни с моим бывшим супругом поехать к этой бабушке вместе бабушку зовут лида светлая такая белая бабушка я все подробности рассказывать не буду но на тот момент я себя какой-то больной не ощущала мне никаких болячек тогда найдено не было но на всех посмотрела членов семьи и до меня очередь дошла это на меня как-то несколько раз вокруг проходила и поворачивала меня спрашивала жалуюсь я на что-либо и на что не жаловалась и она просто сказала терпи ксюшенька терпи ну съездили и съездили а то спать легла вот тогда меня крутить вертеть начала из моего живота как будто вот когтями внизу живота вот так вот что-то вы скрябывали страшно было пошевелиться было невозможно а так как ездили мы к этой бабушке три раза на второй день она спрашивала какие мне были ощущения и об этом рассказала у нас снова там помолилась да кстати у бабушки много икон было и она молилась на помолилась и венчиком каким-то меня вот это вот все пошлепало и опять сказать и пик сушенька терпи ну вот на следующие две ночи ничего такого уже не повторялось это было только вот один единожды ощущение что у меня есть живота когтями что-то выскрябывает прошло уже столько лет но не двадцать но пятнадцать может даже больше лет прошло уже с того момента и сейчас медитируя и я увидела ее разговаривала с ней а так как у меня есть проблемы по гинекологии женской части да большинства женщин такое есть кстати говоря и я вот сегодня в медитации почему-то с ней общалась кровь бабушка тогда мне ничего не было а вот сейчас есть и так как вот такие контакты это все-таки через мое подсознание происходит они откуда-то там высшие силы пусть кто как хочет так и считать но мое понимание вот таких картинок и вообще какой-то интерес поступающей интересной информации что это не извне это все идет изнутри самого человека ну вот и она мне и дает понять что как будто бы вне времени и пространства то есть она помогла мне на тот момент убрать видимо уже на тот момент что-то у не существовал тем самым она как бы отсрочила момент моей болезни если так можно выразить выразиться и сейчас по прошествию столько столько стольких лет она все равно меня догнало потому что это некий займ она не могла исцелить полностью она могла только ну как бы свернуть вот время да и отсрочить этот момент и получается я говорю и и что мне теперь делать то ну время отсрочила болезнь то меня догнала сейчас она мне говорит когда придет время само отвалится и это и говорит что я же тебе говорила к николаю чудотворцу в храм какой-то сходить тогда так мы не сходили кстати да тогда она каждый раз говорила но едете мимо за надо зайти к николаю чудотворцу мы не сходили ни единого раза вообще и сейчас вот опять вот вернувшись в то время я вернулась в то время не знаю жевали это бабушка ли да вообще но в тот момент вот она мне это показало что нужно к николаю чудотворцу и неважно под каким игры грамм он ходит все гораздо шире и многослойнее нельзя ярлыки на всех развешивать ну ладно поживем увидим еще момент на меня сегодня нахлынула я общалась с деревом которое встречал в абхазии тогда он как-то общение было моим поверхностным либо у меня еще такого включения не было чувствование то сейчас при вспоминание и упоминание своих предков это древо у меня открылась именно вот в абхазии которая была большой очень дерево не буду рассказывать где она находится это не нужно делать и там рядом с этим древом было кладбище абхазская памятник стоял по моему великой отечественной а может ну какой-то из воин в общем и и но я стояла у этого древа там собаки еще бегали вокруг меня покормила кого-то помню дерево потрогала немножко обратила внимание на на то кладбище и все а так как в последнее время происходники процессы открывания порталов и выпускание вот таких вот застоявшихся душ ну то есть я как бы уже от этого не отказываюсь понимаю если такое происходит мне нужно помочь ну вот сегодня видимо был такой момент что открылась и мне нужно было их выпустить оставила пока открытым чтобы она все сама завершилась еще есть подозрение на то что на квантовом уровне это все было сделано еще тогда когда я была в абхазии просто картинки меня догоняют значительно позже само изображение еще вчера тоже поделюсь своей своей такой ну это не обида а какое-то понимание наверное в очередной раз один человек мне сказал что раз я занимаюсь там медитацией трава за травами бегаю рейки занимаюсь и короче я ку-ку слово было на е то я я не скажу что мне обидно это не первый человек который мне это говорит он мне посоветовал что мне голову вскрывать надо и посмотреть что там происходит а мне жаль мне жаль мне жаль этих людей вот таких которые как когда-то я прежде осуждают других людей по причине непонимания да я еще и стихи пишу бывает и много чем еще увлекаюсь и что это делает меня и я такой то наверное есть опять какой-то нестеленный момент душе если мне люди это говорят значит я сама и по себе наверное сомневаюсь надо углубиться в это как-то так вообще всем кто по меркам обычных людей странный хочу сказать верьте в себя ваш мир прекрасен и удивителен люблю вас обнимаю все получится ничего не бойтесь пробуйте путь доверия своей душе он бывает разный но он того стоит вы подсчета